здравствуйте вашему вниманию предлагается видео пример автоматизации определения пульсаций на зубцового момента при сегментировании скосе постоянных магнитов в задачах моделирования электрических машин в этом видео примере мы рассмотрим специализированный инструмент для облегчения работы с определением формы паразитных пульсаций вращающего момента в нестационарном решателе ансис maxwell 2d уточнить технические детали проконсультироваться по дополнительным возможностям этого метода задать вопросы которые появятся у вас относительно некоторых настроек вы можете по каналу технической поддержки на нашем сайте к саппорт точка ру последнее время все более широкое применение находят двигатели и генераторы с высокоэнергетическими материалами постоянных магнитов такие как самарикобальтовые сплавы и неодим железобор пульсации электромагнитного момента в этих таких электрических машинах к сожалению бывают весьма значительными пульсации момента связаны в первую очередь с дискретностью статорные и роторные частей магнитной системы машин в русскоязычной литературе эти пульсации момента принято называть зубцовыми в англоязычной используется термин коген торг обозначающие моменты обусловленные взаимодействием гармоник МДС постоянных магнитов с гармониками проводимости зазора обусловленными зубчистостью сердечников решению проблемы пульсации момента посвящено много работ среди предложенных мер можно назвать как традиционные давно используемые в машинах и других типов это скос пазов или магнитов так и меры характерные только для машин с постоянными магнитами скос зубцов и полюсов машины приводит к тому что магнитное поле в ней становится существенно трехмерным следует отметить также что скос пазов и полюсов усложняют технологию изготовления машин в то же время многое из способов снижения пульсации момента сводится только к изменению поперечному сечению машины которая на всей ее длине остается неизменным в этом случае магнитные поля несмотря на то что они могут быть довольно сложными могут рассчитываться с помощью двухмерных конечно элементных программ моем примере будет рассмотрен именно такой случай где с паразитными пульсациями борются путем сегментирования и скоса полюсов постоянных магнитов основная сложность заключается в том что если даже взять не трехмерную модель а плоско параллельную то для проверки одного расчетного случая пользователю приходится делать множество рутинных операций на слайде дается пояснение к модели перед вами ротор машины со встроенными постоянными магнитами выполнен скос полюсов магнитов путем их сегментирования на слои равной толщины слои в свою очередь сдвинуты относительно друг друга на равный угол скос магнитов учитывается плоско параллельном случае путем усреднения сдвинутой форме сигнала вращающего момента для каждого слоя или среза обычно при выполнении скоса используют одностороннее или двухстороннее смещение сегментов магнитов количество сегментов может быть как четным так и нечетным при двусторонним ступенчатым сегментирование имеет смысл рассматривать в модели только половину слоев так как ввиду симметрии топологии вращающий момент половина сегментов будет одинаковым с их полным количеством рассмотрим известный пример двигателя toyota prius в плоско-параллельной постановки в машине 8 полюсов 6 слотов статора на полюс для анализа зубцовых пульсаций необходимо создать условия работы ненагруженной машины в обмотке статора отсутствует ток в модели не рассматриваются вихревые токи по завершению расчета возможно построить график вращающего момента для 15 механических градусов график периодически с высокими пиками знака переменного момента моя задача продемонстрировать работу специализированного скрипта который построит кривую моментов с учетом виртуального скоса полюсов из магнитного материала ступенчатой формы предложенном скрипте минимальное количество настроек но необходимо соблюдать некоторые рекомендации скорость вращения ротора должна быть не нулевая начальный угол должен быть в диапазоне от 0 до 360 механических градусов необходимо посчитать период зубцовых пульсаций и задать стоп тайм не меньше чем вычисленный период шаг интегрирования необходимо устанавливать постоянным дробным от периода и достаточно мелким для учета пиков момента в этом примере 48 зубцов период зубцовых пульсаций семь с половиной механических градусов после установки файлов скрипта возможно добавить пользовательское решение user-defined solution и пользовательский отчет user-defined output также необходимо указать количество полюсов машине это значение должно быть целое положительное и нетробное угол скоса между соседними слоями в механических градусах и количество сегментов постоянных магнитов важно отметить что при любом изменении входных данных результат перестраивается автоматически без необходимости пересчета задачи для примера возьмем известный нам по предыдущим слайдам ротор с сегментированными магнитами заполним в открывшемся окне доступные поля 8 полюсов общий механический скос семь с половиной градусов количество сегментов 5 сдвиг соседних сегментов 1 целое восемьсот семьдесят пять градусов на рисунке также даны пояснения на каких семи с половиной градусов идет речь после проведения расчета возможно вызвать окно пользовательского отчета и вывести на график несколько кривых а именно поген торг out это сглаженная форма пульсации момента original and sky talk это оригинальная форма пульсации момента без учета скоса дифте on sky talk сглаженная форма пульсации момента без скоса полученные дискретного преобразования фурия и позишен переменная для построения графиков относительно механических градусов чтобы выводить график момента относительно механических градусов нужно проделать операции показанные на слайде то выбрать значение вращающего момента снять флаг с графа x и изменить x развертку ставим на позишен результаты работы скрипта показаны на слайде выводится исходная кривая вращающего момента и кривая dft on sky talk дискретного преобразования фурия которая дается для собственной проверки эти две кривые должны быть максимально близкими друг другу если кривые не соответствуют друг другу то необходимо проверить входные данные скрипта number of полюс то есть число полюсов коген торк аут кривая зубцовых пульсаций с учетом эффекта виртуального ступенчатого скоса сегментов постоянных магнитов как я и говорил ранее возможно изменять любые входные данные в скрипте это никак не отразится на решении мы можем изменять skew angle количество сегментов при подтверждении изменений результаты автоматически изменяются например можно быстро без пересчета задачи оценить пульсацию момента при изменении шага сдвига сегментов на полтора градуса для данной для данной топологии этот сдвиг даст оптимальные минимальные пульсации момента итак для демонстрации работы скрипта я подготовил две модели одна машина с поверхностным монтированием постоянных магнитов и вторая машина это со внутренними со встроенными постоянными магнитами двигатель тойота приус давайте рассмотрим значит первый первую электрическую машину значит она в обмотках статора у нас отсутствует напряжение либо ток машина вращается со сковоротом машина вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту допустим мы проявить провели анализ и в данном случае у нас конечно же никакого скоса нет мы получим вот такое вот распределение вращающего момента желательно конечно вот эти вот пики менее минимизировать вот соответственно мы можем сделать несколько слайдов то есть подготовить несколько расчетных случаев и провести все эти манипуляции для того чтобы получить общую кривую вращающего момента при с учетом виртуальных вот этих вот слайсов но это довольно таки трудоемко и мы воспользуемся скриптом для того чтобы оценить какая форма вращающего момента будет при тех или иных сочетаниях параметров имеется ввиду скос значит общий скос это скос 1 угол сдвига одного сегмента количество сегментов и так далее давайте вызовем скрипт если define solution вызываем когенский заполняем исходные данные количество полюсов у нас 4 в данной машине ну допустим пусть будет скос два с половиной градуса имеется ввиду скос между двух сдвиг между двумя соседними сегментами и всего у меня сегментов например будет 4 давайте посмотрим что у нас получится добавляем пользовательский отчет выбираем оригинальную кривую чтобы было с чем сравнивать и кривую кривую которая получится у нас по результатам виртуального смещения так такое такой график у нас получится исходя из тех настроек которые мы сделали в чем достоинство скрипта в том что мы сейчас всегда можем зайти в него и перебрать все интересующие нас комбинации вот например если у нас будет три сегмента получится такая кривая давайте посмотрим что будет если будет пять сегментов сделаем два градуса и шесть сегментов сделаем два с половиной градуса и шесть сегментов это будет соответствовать 17 с половиной градуса скоса общему скол общего скоса всех постоянных магнитов собственно вот в этом то вся и особенность работы этого значит автоматизированного скрипта давайте теперь возьмем двигатель от toyota prius есть ситуация аналогичная то есть если мы сейчас проведем тот же самый анализ мы увидим что значит период вращающего момента о чем шла речь презентации у нас семь с половиной механических градусов таким образом попытаемся сейчас найти нужную комбинацию значит угла и количество сегментов для того чтобы минимизировать эти пульсации добавляем значит в данной машине у нас 48 слотов можно указывать либо полюса либо с либо количество зубцов 48 зубцов скос мне уже известны нужные значения ну допустим давайте возьмем 1 и 2 и количество сегментов 5 строим user define график пользовательский оригинальная кривая и когин торг значит вот снижается но не так как нам бы хотелось давайте попробуем найти более подходящий комбинат сочетание параметров открываем опять скрипт не пишем например 6 при 6 уже пульсации значительно ниже ну и возьмем 1 25 градусов 6 сегментов что будет эквивалента общему скосу 6,25 градуса ну собственно вот такие результаты мы получаем на этом обзор этой темы закончен спасибо за внимание надеюсь материал окажется полезным точнее технические детали проконсультироваться по возможностям этого решения задать вопросы которые появятся у вас вы можете по каналу технической поддержки на нашем сайте к сапор точка ру